Птицы, насекомые, собачки, кошки, инопланетные существа. В этом ярком мире своих героев маленькая София чувствует себя хозяйкой. Рукоделием она занялась с раннего детства. Началось с того, что мы пришли в Малую Академию Наук Искатель на подготовку к школе. Начала она там заниматься плюс рисование. И я случайно так узнала, что есть кружок и предложила преподавателю взять ее попробовать на кружок волшебная мастерская шитье из фетра. Пошел азарт, потому что, когда она вытворила каждое изделие, она с ним носилась, спала и игралась. Мы стали меньше покупать игрушки, намного, потому что игрушки она стала создавать сама. Старательно, трепетно и с душой. Маленькая рукодельница София именно так подходит к своим изделиям. В ее детских умелых ручках рождаются игрушки из фетра и подделки из бисера, оригами из бумаги и многое другое. София увлеченно рассказывает о своем интересном хобби и показывает процесс создания игрушки. Я сосредотачиваюсь на том, что я делаю. Например, сейчас я шью и я думаю, шитье. Как правильно вставить иголку, как дальше шить, что будет потом. Я сейчас шью ламу. Яркая коллекция София растет с каждым днем, и это еще не предел. Я мечтаю сделать какую-нибудь очень красивую игрушку, сувернир из бисера. Потому что пока что у меня красивые изделия, но я хочу сделать намного лучше. А кем ты хочешь стать? Поначалу раньше я думала, что я стану швеей. Но сейчас я довольно даже не знаю. Я сейчас просто думаю рукодельницей.